Доброго всем пятничного утра на StopGame.ru! Чужие деньги считать всегда приятно, особенно если хозяева — люди хорошие. Вот CD Projekt в очередной раз опубликовала отчет за прошедший год. Теперь ясное дело за 2019-й. В двух словах — все зашивись! А теперь чуть подробнее. Общий доход компании чуть не пробил планку в 125 миллионов долларов. Главным образом благодаря третьему Ведьмаку, которого по-прежнему отлично раскупают. Более того, лучше его раскупали только в 2015-м, в год релиза. Причем большая часть проданных копий приходится на PC, а географически — на старушку Европу. Вот вам картинки, чтобы было нагляднее. Также Адам Кичинский твердо заверил. Cyberpunk 2077, как и планировалось, выйдет 17 сентября текущего года. Никаких новых переносов не ожидается. Ица припоклялся. Но это не все, что стало известно нового про Cyberpunk. Немаловажную роль в мире хай-тек, лоу-лайф играют банды, с которыми нам придется дружить, ну или воевать. CD Projekt представила группировку Шельмы, которая специализируется на защите ночных бабочек. Экология, конечно, тут ни при чем. Просто жизни путан оказались настолько переполнены насилием и грубыми нарушениями зоны комфорта, что вокруг куртизанок сформировалось целое крайне лояльное им преступное сообщество. Группировка Voodoo Boys уже мелькала ранее. В нее входят строители из одной Южной Республики, а именно Гаити, которые приехали строить жилищный комплекс люкс, да оказались выкинуты работодателями на мороз. Ну или какой там в теплых странах у этого выражения есть аналог. В общем, под прессингом полиции гаитяне сбились в дружную банду, а нам должны запомниться своим островным колоритом. Другие банды, судя по всему, будут представлены позже. Следите за новостями. А мы пока последим за блогами. Там тоже есть что почитать. Вот автор под ником Переваловс разобрал экономическую ситуацию во второй готике. Сколько там безработных, как поживает малый бизнес и где выгоднее брать кредит. В Москве или в Хоринисе. Даже вердикт местной системе выставил. А Фонтиик опять написал отличный обзор, в этот раз по теме крайне актуальной. Теперь, решая, стоит ли покупать Resident Evil 3 ремейк, вы можете послушать не только Василия Гальперова. Мы за плюрализм мнений. Поздравляю победителей и прошу писать мне в личку. Жду ваши реквизиты, ну или подтверждения того, что они с прошлого раза не изменились. Следующая новость, предупреждаю, оскорбляет чувство россиян. Вы предупреждены. Дело в том, что Google совершенно бесплатно раздает двухмесячную подписку на сервис Stadia Pro, причем вместе с девятью играми, в числе которых есть, например, Grid и Destiny 2. Качество изображения, правда, снизится с 4К до 1080p. Но это не критично, заверяют в Google. Вы, 90% игроков, и не заметите. А остальными 10% в заверении можно пренебречь. В чем подвох? Да в том, что на Россию акция не распространяется. Проверить, раздают ли халяву в вашей стране, можно по ссылке в нашей новости на сайте. UK, если что, это не Украина. Для тех, кто любит компанию Obsidian Entertainment, любить-то есть за что, но не уверен, что полюбит новый ее проект. Специально для вас подготовили 44-минутный ролик с геймплей микроскопической выживалки Grounded. В нем подробнее раскрыты заявленные в трейлерах и презентациях особенности игры. Исследование микромира в режиме от первого и от третьего лица, охота на всякую мелкую отвратную гнусь, вроде тли, и прожарка ее до состояния сочного шашлыка, сами понимаете зачем. Забой пауков и месть за это со стороны более крупных пауков. Ранний доступ в игру, напоминаю, открывается 28 июля. К этой дате в игре уже будут пятая часть сюжетной кампании, три основных биома, крафт, строительство, кооператив и все то, о чем мы расписывали в новостях ранее. Вместе с Resident Evil 3 вышел и асимметричный сетевой экшен по той же вселенной. Resident Evil Resistance или Resistance. И оказался как-то совсем не на слуху. Но Capcom не сдается и публикует план развития проекта. 17 апреля в игре появится новый выживший, Джилл Валентайн. Напоминаю, что события игры не стоит считать сюжетно обоснованными. В мае будет добавлен неизвестный пока персонаж. Июнь, судя по всему, порадует новой локацией. А дальше... Ждите известий, что дальше. Нам пока не сказали. Судя по данным сервиса SteamDB, у Resistance было 4200 одновременных пользователей на старте, и число это с тех пор уменьшилось почти вдвое. Так что не факт, что сетевая добавка к именитому блокбастеру вообще долго проживет. Но хватит о плохом. У нас ведь тем временем вышел пятый выпуск стопгеймовского подкаста. Материалы о симуляторе комара и гигантских грудях, япончина одним словом. И превью по первому эпизоду Bright Memory Infinite. Не болейте, и хорошего вам дня!